привет друзья это опять роман задойнов из америки и сегодня я хочу обсудить такой вопрос который был задан мне в чем смысл жизни как ни странно вроде такой очевидный ответ на этот довольно таки непростой вопрос но он именно здесь в америке становится очевидным этот смысл жизни не знаю почему но у нас в нашей стране в наших странах бывшего советского союза в снг нам говорили что нужно построить дом посадить дерево на самом деле с моей точки зрения смысл жизни проявляется именно здесь здесь где существует конкуренция где существуют рыночная экономика где существует образование для того чтобы жить для того чтобы выжить где существует демократия где существуют возможности потому что здесь просто открываются огромные возможности то здесь в принципе и проявляется этот смысл жизни и с моей точки зрения смысл в жизни это все-таки выжить да да именно выжить выжить в этом мире когда мы были в первобытной общинном строе нам тоже нужно было выжить в этом строе мы боролись с природой стихийными бедствиями животными с болезнями и так далее сейчас в принципе те же самые те же самые задачи это выжить выжить в смысле что мы не должны умереть от холода мы не должны умереть от голода мы не должны замерзнуть мы должны сохранять свое здоровье мы должны умереть от какой-то болезни мы должны выжить одним словом конечно лучше всего выживать там где есть условия нормальные для жизни конечно что в наших условиях лучше всего выживать когда у тебя есть дом когда у тебя есть безопасность потому что есть еще одна проблема связанная с выживанием это проблема безопасности основную опасность для людей представляют собой люди именно люди именно другие люди потому что животные сейчас не представляют большой опасности для нас особенно в странах снг где животных практически уже нет если здесь еще в америке животные есть но они находятся в дикой природе и они как бы не представляет собой опасности то у нас в наших странах животных очень мало мало и все меньше и меньше потому что их просто истребляют никто не следит за тем чтобы животных охраняли коррупция большая и так далее помните было это царская охота с генеральным прокурором судьями апелляционной палаты и так далее когда убили бизнесмена на охоте никто не соблюдает законодательство в наших странах здесь это проявляется очень характерно то есть здесь ты начинаешь понимать что действительно нужно выжить выжить любой ценой не заболеть не попасть под пулю какой-нибудь либо подно чтобы тебя убили либо зарезали либо еще что-нибудь нужно естественно сохранять здоровье чтобы ты не умер от какой-то болезни нужны деньги к существованию нужно зарабатывать деньги для того чтобы ты мог существовать чтобы ты мог оплачивать свою квартиру чтобы ты мог оплачивать медицинское обслуживание чтобы ты мог покупать еду и не умереть от голода так далее то есть выжил вот именно выживание является с моей точки зрения основным элементом нашей жизни именно основной задачей нашей жизни также кроме того чтобы выжить нам необходимо еще и продлить свой рот потому что если на нас закончится человеческий род на этой земле то что останется после нас дикая природа она была здесь и до нас это наша задача еще и кроме того чтобы выжить продлить свой род сделать так чтобы люди не вымерли на этой планете судя по всему странах снг особенно в молдавии украине в россии там мы люди вымирают просто напросто они убегают из этих стран они просто-напросто убегают и скоро их занесут в красную книгу этих людей людей в этих странах может уже не быть вообще особенно меня беспокоит и молдавия украины украина ну вот в принципе то что я хотел сказать насчет цели жизни то есть для чего мы живем зачем мы живем на этой планете мы живем чтобы выжить и продлить свой род спасибо за внимание